Всем здарова, с вами Меликий канал, за последнее время вышло очень много выездковых лошадей, поэтому сегодня хочу составить топ 10 выездковых лошадей, причем самое смешное, что не все даже выездковые лошади вошли в этот топ, потому что их вот ребята настолько много. В комментариях по любасу появится дофига людей, которые будут обсирать мой топ, если вы любите обсирать чужие топы, тогда идите делайте свои, и посмотрим как вас будут также обсирать. Все, погнали смотреть видеоролик. Да ей богу, уже прям бесит, не могу. Добро пожаловать в клуб Огненные Сердца, в ней ты сможешь принять участие в различных мероприятиях, классных и веселых тренировок по выездке, познакомишься с веселыми девушками, возможно даже с будущими подругами, где вы сможете провести веселое время, выполнять мистику исты, общаться, лампово проводить время в дискордике и участвовать в завораживающих приключениях, также получая щедрые призы. Для вступления вам нужно иметь подписку Star Rider или Lifetime, возможность приобретения бельгийской полукровной лошади или ее наличие, возможность приобретения клубной формы, а самое главное, хорошее настроение. На 10 место я поставлю ребятки Хаффингера, люблю все топы пихать, потому что лошадка реально очень классная. Да, конечно, у него нет какой-то своей особой анимации, но и да ладно, модель очень красивая у него, потому что многие клубы раньше старого Хаффингера второго поколения использовали в клубе как выездку. Сразу скажу, что эту лошадь достаточно редко используют в выездку в клубе, да я даже, по-моему, таких клубов не видела, но все же я как от себя хочу поставить ребят на 10 место, потому что лошадка реально его заслуживает. На 9 место я поставлю Арабскую Часокровную, в прошлом топе я ее вообще на 10 место поставила, здесь я поставлю на 9, потому что Араба, как вы все уже знаете, пихаю во все топы, потому что Араба это достаточно такая эксклюзивная, офигенная лошадь во всех вообще пуханах, то есть ее можно и в Иску, и в Вестерн запихнуть, как я уже говорила, и в Конкур, короче, куда только ее можно не запихнуть, потому что сам по себе Араба это самая офигенная лошадь. Даже посмотрите топ лучших лошадей, я видос вот недавно снимала, там я Араба поставила на первое место, ребята. Можно его, конечно, было поднять прям достаточно на высокое место, потому что вот эти приседания на его копытах, я не знаю, на ногах, да, он приседает очень красиво, можно было на высокое место поставить, но нет. На высоких местах будут стоять действительно годные лошади, которые прям в выездку, только в выездку подходят, потому что у них очень много особых анимаций. Араба, по сути, она одна, и то сильно в выездку она не годится. Араба-то больше, конечно, ребятки, скаковая лошадь, нежели выездковая. Но, опять же, давайте не будем брать реальную жизнь, потому что есть такие умники в комментариях, которые пишут, а вот, типа, в реальной жизни они, типа, скаковые, нахрен ты их пихаешь сюда. Ребята, я основываюсь не на реальную жизнь, а на игру, ё-моё. Ммм, моя самая любимая выездковая лошадь, вот эта грация, вот эта красота, ахалтигинская лошадь, лысая лошадь. Вот эти тоненькие, её элегантные ножки с тоненьким хвостиком, вот эта вот офигенно красивая рысь. Ну, опять же, тут на любителя, и я бы, конечно, поставила бы в своём прям топе бы на первое место. Хотя, ну, на самом деле, есть намного лучше, ребят, имейте это в виду. Халтиг всё равно старая лошадь, как бы. И мало сейчас её кто использует. Года три назад были клубы с ахалтигинскими лошадьми в клубных лошадях, поэтому недооценивайте эту лошадь, она очень хорошая. Возьмите даже магических лошадей Телину и Компоса, или, ну, как мы всем называем, Компот. Их много кто купил, вот как раз-таки на видео вы видите немагические облики их. Я бы даже, знаете, ахалтига бы отнесла в забытую выездковую лошадь, потому что, по сути, сейчас их никто не ставит в выездку, но в этот топ я всё-таки хочу ему уделить какое-то место. Ну, это вообще легенда выездковая лошадь Тракинецкая. Сейчас расскажу, почему легенда. Потому что у этой лошади три раза меняли анимацию. Первый раз у неё была обычная анимация, которая была у Тракинецкой изначально. Потом разработчики что-то решили через полтора года, такие, ай, давай-ка мы поменяем анимацию Тракинецкой. Ну, что вы думаете, они, короче, меняют анимацию, полностью её делают, фигово, она там баганая была, капец. На несколько месяцев оставляют эту анимацию, игроки начинают материться, ругаться, потому что Тракинецкая была достаточно востребована, кстати, лошадью выездковой раньше. Сейчас не знаю как, но я всё-таки поставлю её тоже в выездковую, потому что это выездковая лошадь, ребята. Потом, всё-таки, в конце концов, решили ему обновить нормальную анимацию, и ему сделали вот эту конечную офигенскую анимацию, и многие стали ставить его в клубную лошадь. Даже я, когда только-только вот Шиншилл создавала свой клуб, я хотела в Тракинецкую поставить, но девочки не сильно её хотели ставить. Я говорю, ну, я слушаю людей хорошо. Ладно, вот с этой лошади начинаются уже прям годные лошади, которые вы можете поставить выездку. И первая из них будет, это Марвари. Когда только вышел Марвари, действительно, он был востребован, и его все ставили клубных лошадей, прям реально все клубы ставили, потому что у Марвари есть поклон. И типа выездки это считалось круто. Но почему я его поставила на такое, ну, невысокое место, да? Потому что лошадка уже достаточно старенькая. Есть, опять же, намного лучше. У Марвари не ваушная анимация. Он маленький. Ну, конечно, вот этот поклон только есть у Марвари. Ставить Марвари в клубную лошадь чисто из-за поклона, это, наверное, будут какие-то тематические клубы. Но если брать все клубы, то там ставят абсолютно других лошадей, например, у которых есть особые анимации именно при движении, а не просто стоя. Марвари опускается, почему на такое место-то, блин, ребята, потому что он вышел уже давно, он уже не востребован, вот. Поэтому такое место, это прям одним словом можно сказать. Я буду топить до последнего фреза, ставлю именно на такое место. Он не заслужил ни первое, ни второе, даже третье и ни четвертое место. Ставлю на пятое место чисто из-за уважения к игрокам. Ставила бы вообще на последнее место, но объясню, почему не поставила. Первое, это уважение к игрокам. Второе, что это достаточно легендарная лошадь, которую могли обновить. Третье, что это, ну, банально просто фриз, которого все любят. Теперь, почему бы я на пятое место его вообще никогда не поставила. Первое, это самое ужасное, что у него есть, это его, ё-моё, анимация. Какой рукожопый разработчик делал эту лошадь, я, честно, в душе не знаю. Этот разработчик, кстати, еще финскую лошадь сделал. Насколько я помню, его уволили и больше лошадей он не делал. Ну, как так? Такая вот грациозная, такая легендарная, красивая, популярная лошадь. И так вот надо было накосячить с анимацией. Я до сих пор не могу это понять. И даже до сих пор не могут ее исправить, ребята. Сейчас по любазу прибегут в комментариях, набегут, скажут, Ты что, фриз, это же такая легендарная лошадь, как ты ее можешь засирать? Ребят, вот так могу, имею право, потому что это мое мнение, и фриз не достоин вообще клубных лошадей. Потому что у меня фриз стоял в выездке в клубе, в моем, только через полгода или через несколько месяцев мне люди прям уже просто начали говорить, Алина, он надоел уже, у него ужасная анимация. Давай его, пожалуйста, уберем. Вот если фризу поменяют анимацию когда-нибудь, может быть, я этого дождусь, может быть, я изменю свое мнение. Пока что я его не буду менять. С Лузитана, в принципе, такая же песня, ставлю на четвертое место из-за уважения к игрокам. Лузитана, это тоже не очень удачная лошадь по анимации. Лузитана очень, 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 очень старая лошадь. Это еще третье поколение, вот начальное третье поколение лошадей. Ё-моё, он еще был, когда я только начинала играть. Я вот только начинала играть, он уже, мать его, от Лузитана был. Когда я купила себе лайв, там у меня была по акции покупка, там еще 4000 старкойнсов, мне начислили. Как раз-таки в 4000 старкойнсов я купила Лузитана, потому что мне он сильно понравился. Ну, ребят, я извиняюсь, это было в 2018 году. Потом я начала вступать в клубы, и во всех клубах, кстати, были Лузитаны. Но сразу скажу, Лузитаны, почему все клубы стали, потому что кроме Лузитана не было нормальных лобных лошадей, выездковых. Четвертое место, потому что это исключительно только выездковая лошадь, и никакая больше. Так же, в принципе, как и фриз. Но Лузитана чуть-чуть, наверное, получше фриза будет в плане анимации. Но все же, вообще изначально анимация у Лузитана была нормальная, потом ее решили разрабы исправить. И что вы думаете? Они ее еще хуже сделали, особенно его дыбы. Вот если Тракену они хотя бы нормальную анимацию сделали, то Лузитана они, наоборот, испортили. Еще почему четвертое место? Потому что ребятки Лузитана до сих пор ставят в клубных лошадей, поэтому четвертое место. Ну, погнали. Тройка лидеров, выездковых, лучших лошадей. На третье место поставлю. Анда Луза. Конечно, хоть он и вышел три года назад, но я не буду говорить, что эта лошадь нехорошая. И плохая, и по анимации фиговая. Вот как раз-таки Анда Луз, наоборот, до сих пор я бы ставила в выездковых лошадей, и его ставят даже, по-моему, больше, чем у Лузитана. Поэтому он заслуживает, ребята, третье место. У Анда Луза действительно анимация очень хорошо сделана, особенно особая анимация и рысь. Даже я, не знаю, говорила я, не говорила, но сейчас скажу, что если бы взяли анимацию Анда Луза и сделали ее на фриза, ну, рысь, фриз был бы намного лучше. Когда я только увидела Анда Луза, я увидела его прекрасные дыбы, и я сразу в него влюбилась. Эти дыбы еще есть у Кнап Струппера, но именно у Анда Луза они были изначально сделаны. Поэтому, если хотите, можете поставить ее в клубную, не пожалеете, ребята. На второе место однозначно поставлю Пасафина. Это новая выездковая лошадь. Внимание, с двумя особыми анимациями и дыбами, похожими на Анда Луза, только намного лучше. Единственное, за что я начала срать, это Пасафина, когда он только вышел, за его ломанный хвост. Ну, в жизни у Пасафина такой же хвост, просто разработчики немножко его сделали под углом 90 градусов, и в игре это как-то не очень смотрится. Немножко можно было закруглить. Ну, ладно, мы к этому придираться не будем. Там хвост у них, на самом деле, очень хорошо проработан. У Пасафина очень много причесок, очень достаточно красивая рысть, две анимации как раз-таки есть. То есть, это прям реально выездковая, красивая, новая лошадь. Хотела я ее поставить в клубную лошадь моего клуба, но сказала, давайте подождем немножко получше лошадку, потому что я вот как жопа и чула, что будет намного лучше. Это не самая лучшая лошадь, может быть, вы уже догадались. Ребята, это, конечно же, Липициан. Я надеюсь, вы не думали, что я на первое место поставлю Фриза, потому что в прошлом топе я поставила Фриза. Ну, опять же, ребята, два года назад не было ли вот этих прекрасных лошадей? Мне кажется, тут говорить даже лишнего ничего не надо. Почему Липициан? Но отмечу только одно, ребят. Это чисто, исключительно, только выездковая лошадь, у которой, внимание, в игре три особых анимации. У Пасафина всего две, у Липициана три. Это свечка, то есть дыбы. Это на пробел анимации он прыгает. И на шифт, когда зажимаешь, он начинает идти пассажем. Пассаж это даже красивее, чем алюр на шифт у Пасафина. Я не знаю, как он сейчас называется. Давным-давно, когда еще не было Липициана третьего, поколения, я очень сильно засирала Липициана второго поколения. Это моя была самая нелюбимая лошадь. Но когда вышло третье поколение, я охренела, что настолько реально это крутые лошади. Сейчас Липициан стоит в моей клубной лошади, в моем клубе. Ребята, ну это не значит, что, типа, каких я лошадей в клубную вставлю, это значит лучшая лошадь. Нет, у нас стояли, извините меня, арабы, которых я стояла на десятое место, исланды, которых я вообще ни в какие места не стояла, в выисковых лошадей. Поэтому тут как бы от этого, ребят, не зависит. Тут чисто вот прям Липициан заслуживает, ребята, первое место. Ну вот такой, ребята, получился топ. Кстати, пиши в комментариях, поставила бы ли ты Липициана на первое место или нет. Это все, всем спасибо за просмотр. С вами был миленький канал. Всем пока-пока. Недавно выпускала видео топ лучших лошадей. Можешь посмотреть, кстати, это видео, если бы еще не смотрел. Субтитры сделал DimaTorzok